В ближайший трудный день недели, 25 января, в Екатеринбурге состоится судебное заседание по иску неразвенчанной и не освободившей титул первой красавицы Росгвардии Анны Хромцовой, которую недавно из этой Росгвардии по-нехорошему уволили, а она, не будь блондинкой, подала в суд. Иск о собственном восстановлении на работе, считая, что уволили ее ни за что, и незаконно, и даже, наверное, сводя с ней какие-нибудь личные счеты. Мы в свое время рассказывали о нехорошем повороте судьбы и крахе служебной карьеры 34-летней двукратной обладательницы титула чемпиона УРФО по фитнес-бикини. Ее отец в полиции проработал 21 год до отставки, мать – действующий сотрудник полиции. Сама Анна отслужила 11 лет в полиции и Росгвардии, куда передали в неведомственную охрану. Сначала ее признали самой красивой сотрудницей в Свердловской области. А потом она победила в конкурсе «Краса Росгвардии» уже во Всероссийском. И вот такое резкое падение. Поводом стало видео в Инстаграме. За него ей предъявили, что она засветила закрытый объект, служебное помещение, и по итогам служебной проверки уволили. А совсем недавно она объявила, что еще и разводится с мужем, отцом их маленького ребенка. Цель ее обращения в суд, как полагают эксперты ТАУ, вряд ли состоит в том, чтобы реально вернуться к дежурству на пульте охраны, в коллектив, где, по ее же собственным словам, друзей не осталось одни враги. Очевидно, спортсменка-красавица, бывший прапорщик, намерена восстановить свое доброе имя. И если уж попрощаться со службой, то не по таким основаниям, что не только морально, но и материально бьет по ней. А что до работы мечты, то Анна упоминала в качестве таковой работу стюардессой, для чего, по крайней мере, внешние данные ее подходят практически идеально. Заявление в суд она подала в последних числах декабря, а на 25 января назначено первое заседание по ее иску. От услуг адвоката она отказалась и намерена свою репутацию защитить собственноручно.